Вилибельский. Вот читаю чат, широ не отдупляю. Про какие национальные вызволения Шурух вы кажете, коли ваш лидер Бабарыка, коли вы широ глумитеся над нашей мовой. Я не глумлюсь над вашей мовой и над своей мовой и вообще над мовой. Вы тут и наш лидер не Бабарика. В том-то и природа любого национально-освободительного движения, что там лидер не важен, это движение. Лидер не важен, что Позняк, что Бабарика, что Иванов, что Петров, что Сидоров. Не важен, это движение, в этом вся природа, это институт Вилибельский. Это вы, понимаете, у вас все вокруг лидеров. Кто мой лидер? Кто ваш лидер Вилибельский? Ну молитесь на него, икону поставьте, встаньте на колени, сапожки ему целуйте. Я вообще против этой психологии, этого идолопоклонничества дебильного. Одни, ой, самый главный ворох, гэта Франак Вячорка. Другие, ой, самый главный ворох, гэта, значит, Бабарыка. Где, что? Ну, вы вообще не на то тратите ни время наше, ни усилия, ни энергию. Вместо того, чтобы говорить о ценностях, строить институты, вы гоняетесь за химерами какими-то. Вот что могу на эту тему сказать вам, Вилибельский. Викторик, культ личности должен уйти в небытие. Абсолютно точно. А этот Вилли разводит эти культы личности, бегает, кричит на всех этих, кто там, за Васю мы или за Петю. Да не за Васю, не за Петю. Так. Дальше что? Человек-фартовый. Лидер важен, он способен сплотить общество. Нет, он не способен сплотить общество. Общество может сплотить единый проект, который есть движение, цель, общее. Вот это может сплотить общество. А лидер может только вести, если это сплочение совершилось. Это разные вещи. Пишет пан Куптова, в очередной раз ждем мессию. Да, вот они ждут мессию какого-то. Ну не будет мессии. Вот Прокопьев же сказал, что у Светланы есть объективные ограничения ее возможностей. Да. Такие же ограничения объективные есть у Позняка. А что ему 77 лет, и он чуток умом тронулся. Да. Там. И оторвался от действительности. Это свои ограничения. При том, что он человек, который сделал важнейший вклад в институты Беларуси. Но уже в 77 лет на броневик не полезет. И когда ему сказали, может вы в Беларусь вернетесь, он сказал, вы что с дубу ляснулись? И так далее. То есть у людей, у каждого человека есть его персональные объективные ограничения. Поэтому делать ставку на человека нельзя. Надо делать ставку на более широкий механизм.